Жарко сегодня будет в Академии внутренней безопасности, ведь при участии Государственной канцелярии и Министерства внутренних дел сегодня пройдет международная конференция под названием «Время, когда нельзя молчать. Стратегическая коммуникация в кризисной ситуации». Сегодня у нас в гостях один из участников конференции Ильмар Рак, советник правительства по стратегической коммуникации. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Ильмар. Такой вопрос. Что такое стратегическая коммуникация? Что мы под ней понимаем? В общем-то это все то, что все время и было, но мы просто желаем этого делать немного лучше. Изначально, если так как в энциклопедии пишется отвечать, тогда это концепция управления и коммуникации, которые изначально разработали даже военные 90-е годы, а потом уже и так и частные компании, так и правительственные учреждения стали ими пользоваться. А самая главная идея в том, что твои поступки должны говорить больше, чем твои слова. Это связано с тем, что если правительство что-то скажет, то понятно, что там много людей, которые говорят, что это просто такая пропаганда и мы этого не верим. А для правительства это задает вопрос, как выйти оттуда. И ответ, конечно, довольно-то простой. Надо, чтобы твои поступки, того, что ты делаешь, того и ты думаешь, говори вместо тебе. То есть если мы говорим о поступках, то все-таки тогда можно совершать поступки, они будут говорить сами за себя. Причем здесь стратегическая коммуникация. А вот это именно в том смысле, что стратегическая коммуникация это теория, где говорят, что все, что ты делаешь, это даст обществу какое-то послание. Послание. Послание, да. И в этом смысле, если ты начнешь что-то делать, думай, какие могут быть коммуникационные последствия твоего поступка. И в этом смысле это начнет от того, что как в телевидении, что ты изучаешь свою аудиторию, потом, что этот лидер, начальник, не знаю кто, это он осознает, какое это будет у него послание. То есть осознает, что телевая аудитория нужна определенный формат передачи, скажем. Ну, скажем так, да. Кроме стратегической коммуникации, в теме конференции заявлена еще кризисная ситуация. Почему кризисная ситуация? Имеет ли место быть сегодня эта кризисная ситуация? У нас в разном смысле сейчас есть кризисная ситуация. Даже когда мы думали об этом, скажем, 4 месяца назад, мы не знали, что мы будем жить в такой обстановке. Ну, словно, в прошлой неделе был теракт в Париже, и потом у нас уже есть в Европе, и не только в Европе, уже такая маленькая история разных терактов. Мы не знаем, что важен не только теракт, а как мы реагируем на это. В смысле, не делаем мы весь хуже. Мы имеется в виду сейчас правительство, мы имеется в виду сейчас общество. Мы говорим об обществе, потому что правительство, это не важно. Мы говорим о том, что есть люди, которые думают, что их интересы делегируются к правительству, и все равно, значит, если я сейчас здесь стою, партии мне неинтересны. Я не об этом, какие у правительства рейтинги и все такое. Мы говорим все-таки об обществе. Если говорить об этом кризисе, то касается ли он Эстонии и насколько? Конечно, касается двух планах. Во-первых, мы являемся частью этого мирового сообщества. У нас есть союзники в Европейской Союзе, фрамков и НАТО. В этом смысле, если нападут на нашего союзника, это как и атака на нас. В другой плане, мы все знаем, что все, что было связано с беженцами, это уже создало такую кризисную ситуацию в Эстонии. Мы видели, что в семье супруги не могут друг с другом говорить. А потом уже везде в обществе есть такой раскол, появляются и экстремисты, появляются и те люди, которые могут быть радикализованы. То, что появляется опасность, что наши люди здесь могут поступать с помощью насилия. И вот это то, чем я занимаюсь, стратегическая коммуникация сферы безопасности и психологической обороны, и все это, это говорит о том, что мы должны избегать того, что мы решаем своих несогласий с помощью насилия. Тема сложная, это и беженцы, и радикализация, и, как вы упомянули сейчас, угроза мирового терроризма. Какова цель конференции, к чему вы хотите прийти? Самое главное, что в кризисах в обществе очень часто появляется такой феномен, который называют моральной паникой. И это такая ситуация, где реагируют слишком сильно, а с этими эскалируют конфликты. Ну, самое такое простое. После того, что было в Паридже, например, говорили, что, ну, теперь ясно, все мусульманы, они являются террористами. А в чем там здесь опасность? Если сейчас есть у нас или в Европе так, умеренные мусульманы, мирные мусульманы, которые ничего не имеют общего с террористами, то наша реакция может и провоцировать, и такие негативные реакции от стороны этих мирных мусульманов. И самое главное, что мы должны делать во время кризиса, это успокаивать, и не то что успокаивать, держать и защищать тех, которые хотят продолжать жить мирно. Помогут ли стратегические коммуникации провести грань между определенной и оправданной настороженностью, например, в контексте череды вот этих терактов, и действительно успокоением населения, чтобы оно не паниковало? Потому что, с одной стороны, можно, конечно, успокаивать, но ведь действительно угроза существует? Нет, я очень хорошо понимаю, о чем этот вопрос. Нет, это просто успокаивает, давайте успокаивать, это, конечно, не работает. Если мы пойдем обратно туда, где мы говорили о том, что поступки должны говорить больше, чем слова, тогда это значит, что лгать совсем невозможно. Дело в том, что в смысле стратегической коммуникации мы должны определить очень четко и узко, кто это вот именно эти террористы, против кого мы и будем бороться, или какие вот там могут быть такие мнения, которые мы считаем враждебными, которые провоцируют насилие или вражду. И в то же время, как я сказал, защищать тех, которые хотят продолжать жить мирно. В этом смысле это будут конкретные шаги, которые мы сейчас делаем. Мы ведь сейчас в Европе не посылаем всех мусульманов в канцлерии. Ну что ж, международная конференция «Время, когда нельзя молчать. Стратегическая коммуникация в кризисной ситуации» пройдет сегодня в Академии внутренней безопасности. Мы благодарим Ильмар Рага, что вы пришли к нам сегодня в студию перед началом этой конференции. А сейчас мы прервемся. Продолжение следует.